Уходящий год, несмотря ни на что, был ознаменован новыми победами в спорте. Особо следует отметить рекорд Трипл-Джи и долгожданный выход карагандинского шахтера в квалификацию Лиги Европы. И это только мало из достижений спортсменов нашей области, которые научились проводить соревнования в дистанционном формате. А синхронное плавание без воды оставило много вопросов у любителей этого вида спорта. Бегежан Ардакулы продолжит. Карагандинский хоккейный клуб Сарарка – действующий обладатель Кубка Петрова. Так как плей-офф прошлого сезона не завершился, кубок остался у наших ребят. Но несмотря на это, действующие обладатели заветного трофея нынешний сезон проводят в чемпионате Казахстана. Всему причины пандемия. Из-за карантина казахстанские команды не смогли выступать в российской лиге. А в предсезонке команду пополнили ряд топовых игроков. Среди них большой звездой, конечно же, оказался Талгат Жайлауф. Но увидеть по-настоящему в деле легенду казахстанского хоккея нам не удалось. В команде произошла перестановка и руководство клуба пошло на омоложение состава. И по ходу сезона это решение дает положительные результаты. Орлы не сразу, но малыми шагами идут в правильном направлении. Карагандинская ледовая дружина на новогоднюю паузу уходит на третьем месте турнирной таблицы. «Хотелось бы, чтобы поздравить с наступающим годом. Хотелось бы, чтобы вот эти несчастья мировые, которые у нас связаны с этим коронавирусом, как-то завершились, чтобы наши болельщики вернулись на трибуны. Чтобы мы действительно играли в настоящий хоккей для болельщиков, для радований друг друга. Хотелось бы вот этого пожелать». Карагандинский шахтер – первый казахстанский футбольный клуб, попавший в групповую стадию Еврокубков. Прошло уже 7 лет, как наша команда защищала честь страны на топовом турнире Старого Света. Не секрет, что после у команды пошел спад. И потребовалось много времени, чтобы выйти из этого кризиса. В этом году чемпионат Казахстана прошел в два круга. И по итогу сезона шахтер, заняв четвертое место турнирной таблицы, пробился в квалификацию Лиги Европы. Долгожданное возвращение горняков. В целом, этот год точно запомнится надолго. Из-за карантина даже спорт перешел на дистанционный режим. И Карагандинская область с этим делом справилась на отлично. В нашем регионе за этот год прошло немало больших турниров в онлайн-формате. Турнир по легкой атлетике. Областная спартакиада. Марафон. Чемпионаты по шахматам и даже синхронное плавание прошло в таком формате и без воды. Этот год сделал нас лучше. В связи с карантином мы адаптировались к новым условиям. Мы провели множество турниров в онлайн-формате. И они прошли на высоком уровне. Также спортсмены нашей области достойно выступили на республиканских турнирах. Большим событием в мировом спорте в этом году стал перенос Олимпиады в Токио на 2021 год. Для некоторых это пошло на пользу, а другим эта новость, конечно же, не понравилась. Наши же олимпийцы, несмотря на карантин, продолжили подготовку и выступили на чемпионатах Казахстана. По итогу в копилке нашей области немало золотых медалей. Ярким событием стало выступление чешлоатлета Артема Антропова. Он установил новый рекорд Казахстана в толчке, потеснив самого Илью Ильина. В 216 я подходил на тренировки. Можно сказать, поднимал, но официально я подошел на этот вес на соревнованиях в этот рост. По разминке мы начали 200-210, но я захотел 216. А в целом вот тяжелоатлетико, дистанционно. Какие сложности были именно в турнирном плане? Нет такого, как сказать, куража. Все равно, когда вы ходите на помост, у вас есть кураж, мандраж. Он помогает поднимать штангу. А так, все обычно, как будто обычная тренировка. Это тоже сильно влияет. Спортивный год для всего Казахстана завершился на мажорной ноте. Наш земляк Геннадий Головкин установил свой новый рекорд. Triple G совсем недавно нокаутировал поляка Камила Шеремету. И для Головкина это была уже 21-я успешная защита титулов чемпиона мира в среднем весе, что является новым рекордом дивизиона. Ранее Головкин делил лидерство по количеству защит в среднем весе с легендарным американским чемпионом Бернардом Хопкинсом. Да, и конечно же, в первая половина поединка прошла просто под диктовку Геннадия Головкина 4 нокдауна. И не было никакого смысла, конечно же, продолжать поединок для Камилы Шереметы.